Марсюня, что наделал, засранёнок? Опять всю бумагу распотрошил. Такой засранец, а! Ой, малыш! И спрятался, главное. А, натворил делов? Да? Натворил делов? Это что такое? Иди, собирай всё. Бестыже такой. Мальчик такой, бестыже. Такой бессовестный, а! И сидит, главное. И сидит, да? Что это такое? Всю бумагу размотал. Коготочками своими всё порвал. Когда маленький был, ещё игрался. Сейчас даже не играется. Знает, что? Натворил делов. Бессовестный такой. Мальчонка. Что это такое? Всем добрый день, ребята. Наконец-то у меня пришёл один заказ. Балберис. Вот сейчас мы едем. Ой, где же это находится пункт? На химпосёлке там написано, что у нас есть ресторана Офелия. Сейчас мы поедем. Да там мячик, смотри, у мальчика. Турачок. Футболисты. Футболисты. Пришёл только один заказ. Ну ладно, хоть один заказ пока получим. Ну, здесь вот на химпосёлке. Проспект Батыра 4. Ну, с улицы вроде бы... На картинке было красивое здание, а это какое-то страшноватое. Точно это четвёртый? Вот это четвёртый. Валберис там должно быть написано. Валберис. Пептидная... Это в проуду. Пептидная аптека какая-то. Что за пептидная такая? Домик страшненький, конечно, старенький здесь все. Здесь напротив вот полиция. Кафе, бар. Караоке-бар. Валер, ну здесь и нету что-то. А, вон Валберис написано. Ну что такое страшненькое? Да, вот. Пункт Валберис. Именно Валберис нужно. Вон он сюда поставил. Валберис, да. А почему Валберис? А вилде Берис? Ну... Написано-то Вилде Берис. Валера, ну считается Валберис же. Да, считается Валберис. Всё, да? Да. Ага, всё, спасибо. Здорово. Ну вот, такой вот сахарозаменитель я получила. В общем, вот сладкая стылья. Такая стоит 1100. В общем, удобная очень, потому что здесь она жидкая. премиум-класса вот. Вот это нам вместо сахара, ребятки. Давайте откроем и посмотрим. Ничем не пахнет. Ну, такая прозрачная вот жидкость, скорее всего, наверное. Угу. Совершенно прозрачная. Ммм, ох, это слишком сладкая. Ох, красота. Ну-ка, сколько заменяет одна капля? Ммм, не написано. Ох, сладкая какая. В общем, ноль калорий заменяет 4 килограмм сахара. Вот этот вот, вот это вот пузырёчек. Ну, я думаю, на стакан где-то, наверное, капель 5. А содержит посластитель потребления более 15... Более 20 грамм в сутки может вызвать послабляющее действие. А сколько надо пользоваться? В общем, непонятно. Ну, там по вкусу. Где-то капель 5, наверное, достаточно. Да. Посмотрите на этого сладуна. Ну, это вы и грубное, да, Марсиня? Айтик. 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 С ладонечкой. Совёнок. Ты чё делаешь? Чё мочь, дорогие? Совёнок. Что же, я сижу, поставила пирог. Решила сделать пирог, знаете, с капустой. Быстрый такой пирог. Называется шарлотка. Ну, я её раньше делала. Ну, в общем-то, неплохо. Очень быстро делается. Тесто очень быстро. Там кефир, там майонез. И всё. Мука, яйца. И такое, знаете, как на оладьи. В общем, сначала тесто выливается. Затем капустная начинка обжаренная. Там сверху другим слоем тесто заливается. И в духовочку. Всё. И минут через 30-40 уже этот пирог готов. Сейчас вот он у нас испечётся. И будем ужинать. Что-то мне так понравилось делать. На вал береза касс. Я вот уже сделала заказы там кое-какие. Ну, вот осталось мне ещё получить вот остаток. И этот... В общем, много у меня там... А что я хочу заказать? Я хочу там сумку заказать. Ну, подарки там. На Новый год. Там я шторы уже присмотрела. Кстати, мне надо тюль поменять в спальню. Ну, не шторы, а тюль. Скорее всего, надо тюль сделать из двух частей. Вот. Потому что у меня там балконная дверь открывается. Если целиком делать вот эту тюль, то, знаете, неудобно. Доступа нет к балкону. Поэтому придётся мне её пополам разделить. Или, может, я ткань куплю. Сейчас вот в моде, знаете, какая ткань на тюле. Она называется как... Типа лён, что ли. Она лён, но она такое, знаете, прозрачное. Прозрачное, как капрон. Но если близко посмотреть, то это настоящий лён. Вот именно вот такая ткань на шторы, на тюль. Сейчас вот в моде. Сначала думала, может сделать этот жалюзи. А потом передумала. И шторы вот у меня, которые висят в спальне, они довольно-таки вот... Нормальные. Сейчас я вам покажу. Вот видите, у меня какие шторы. Мне, например, нравятся мои шторы. Как раз она подходит вот к обоим. Вот видите, даже рисунок подходит. Вот этот тюль, эту тюль я хочу поменять. Потому что она у меня целиком. Вот. А без тюли тоже никак. Потому что у меня вот шторы только с одной стороны. И поэтому мне нужна тюль, наверное, чтобы она из двух частей была. Вот сюда и вот сюда. Более такую, без всякого вот этого узора. Более такую однородную. Ну, в общем, вот так я хочу сделать. А пирог у меня печется. Так. Посмотрим, что тут у нас. В общем, вот так вот у нас. Вот видите, можно еще сверху смазать яичком. Ну, это же для себя делаю. Наверное, не буду смазывать. Пусть печется. Ну, они там смотрят телевизор. То есть муж смотрит. А Марсик? Марсик, я не знаю. Где-то лежит, наверное. Если бы нет, Марсик здесь вот. Здесь он лежит. Такой тихий-тихий мальчик. Даже не слышно его. Тишина. Вот ты такой, а. Ручку опять закинул куда-то. Заставляешь папу искать ручку. А, малыш? Пошел. Пошел помогать, да? Пошел помогать? Засраненок. Тимус, лядки. Скажи всем доброе утро. Марсик. Доброе утро, скажи всем. Как у вас настроение? Как у вас дела? У нас хорошо? Я сейчас, как всегда, готовлю завтрак. Вот. Кашка у меня гречневая. Вот. С молочком. Правда, я вчера гречку отварила. А сегодня вот залила молочком. Прокипячу. И будет у меня каша. А здесь я поставила тесто. Сначала хотела, в общем, поесть просто творог. По сметанке. А потом решила что-то вот испечь. Не знаю, дрожжи положила. Пусть немножко поднимется. Это, скорее всего, будет у нас к обеду. Готово. Вот. А сейчас, наверное, еще сосисечки сварю. Так. Вчера я спекла здесь пирог у меня. Шарлотка из капусты. А здесь, в общем, вот такие сосиски. Сочная. Папа может. Завтра пойду на йогу. У нас обеденная группа открывается. И поэтому вот так вот начну ходить на йогу. Без йоги тоже никак. Зарядку надо делать. Физические упражнения, физические нагрузки там. Вот а что? Мы же практически не двигаемся. Я, во всяком случае. Дома сижу, на работе сижу. Пешком не хожу. На автомобиле. Вот так что. Опять буду ходить на йогу. Тут сейчас канал Ляны Ким. С рисовой кашей. Очень отличный канал. У меня такие рецепты хорошие. И вообще она все готовит вкусно так. И закрывает, и тяй делает. Вышел на ютубе. Всем пока-пока. Вот так вот. Так что, можете заказывать. Вчера Ирочка мне принесла вот такой вот подарочек. Она, в общем, работать у меня уже не будет, сказала. Ну, уже возраст. И родственники все против. Мол, зачем вам это надо? Вы, говорит, постоянно болеете. Так что жалко, конечно. Ну, зачем этот подарок? Что тут она мне принесла? Спасибо большое, Ира, конечно. Ну, не надо было это, конечно, все. Вот смотрите. Это, наверное, кофе, скорее всего. Вот видите, корейский. У нее сын в Корее. И вот она мне передала кофе. Конечно, спасибо большое. Ну, это, я думаю, лишнее. Каждый человек вправе там. Если не хочет, не работает. И ничего такого в этом нет. Тем более по состоянию здоровья. Вот. Такой кофеек. Мы любим кофе пить по утрам. А здесь вот носочки. Я люблю носочки. Именно вот такие, чтобы они не были толстенькие. Ой, Иришка. Спасибо большое. Ну, а сейчас будем, ребятки, завтракать. Ну, в общем, вот такой завтрак. Как всегда. Почти одно и то же. Сосиска одна. Значит, у меня хлебушек. Смотрите, какой он интересный. Половина черный, половина белый. И сыр Рондал. Каша горечневая. И кофеечек. Так, вот здесь у меня вот такие получились. Или сырники, гречо. Или оладушки вот такие, в общем. Я тороплюсь, просто мне надо на работу. Поэтому так быстренько вам показываю. Так, ну, я побежала на работу. Сейчас клиентка принесла вот две вещи. Вот такой чапан. В общем, посмотрите. Видите? Здесь надо пришить плечики. Так, и этот. Кнопочки надо ей сделать. Не кнопочки, а крючки. А вот здесь вот кофточка. Я посмотрела, думала, просто здесь низ можно полностью распороть. А он нет. Оказывается, здесь такая обработка. Вот на чехле. Вот так вот. И строчки нет. Вообще. Поэтому, наверное, придется только вот здесь. Вот так вот. Видите? Один конец вот так. А второй вот так выступает. В общем, вот это надо выровнять. Тоже вот такой беллёр. И чапан тоже беллёровый. В общем, вот такая работа у нас.